Да, друзья, да, они бесконечны, секреты и интересная Скайрима, плюс новая броня из нового Скайрим Аниверсари Эдишн. Дорогие друзья, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Кэт, всем привет! Ну что, я сейчас вам покажу, вот казалось бы, я знаю о всех интересных местах, о всех маленьких секретах, но нет, 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 Скайрим все равно даст тебе подых и чем-то удивит. Ребятушки, смотрите где мы находимся, недалеко от Морфола, и здесь есть локация, форт, захвачи некромантами, форт Сноухок. Не морозь меня, моего коня. Ребятушки, я думаю, вы проходили не раз эту локацию, знаете, очень многое, и я, и я точно так же проходил, любовался на Солитьют, осматривался, разрушенная башня, и вот уже 10 лет я не замечал того, что было прям перед носом. Хотя он такой большой, я, наверное, из-за этого не замечал. Ребят, если мы присмотримся на эти развалины, то, казалось бы, ничего. Но если мы будем более внимательны, и пойдем сюда, опять ничего не найдем. Но, если внутри, посмотрим, тут огромный сундук, о котором я не знал, 10 лет, и вот недавно только, что-что. Давай-ка мы его взломаем. И вот этим вот, Скайрим и берет. Он постоянно, он постоянно чем-то удивляет. Что-то такое. Ну-ка. Двемерский боевой молот, 108 золота, том заклинания, вызов бессмертного призрака, это новая магия некромантии. Напишите, пожалуйста, в комментарии, знали ли вы об этом огромном сундуке. Привет, ребятулечки, у меня вышло видео «Новое оружие каджитов». Можно сыграть в новый билдгайд. Ссылочка на видео в описании. Зайдите, посмотрите, ребят. Новый Скайрим подарил очень много новенького и знакоменького. Конюшни. Любые. Мы покупаем лошадку. Привет. Тебе явно нужна боевая лошадь, как я погляжу. Теперь можно купить карту, где обитают дикие лошадки. Я это показывал. Покупать не обязательно. Находишь, приручаешь. Там еще прикольную анимацию сделали, как она тебя выбрасывает. Но нам нужно купить. Думаю, да. Одна стоит оседланная, если у тебя есть деньги. Конечно, ты сейчас. Договорились. Вон та с седлом. И в новом издании, друзья, появилась... Я хочу приобрести доспехи для лошадки. Конечно. Стальная броня и эльфийская броня. Только два варианта. Стальная. И теперь... Доброго пути. Давайте посмотрим на нашу лошадку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой задний бампер у нее стал широким. Это не бампер. Это такое седло. Вы только оцените. Не, ну прикольно. Теперь лошадка будет... Защищенная. Ну вот, мне стало очень интересно. Насколько ли она будет защищенна? Давайте проверим. Просто очень интересно. Это чисто визуально? Или же действительно она будет защищать нашу лошадку? Потому что порой они, бывает, умирают. Три выстрела? Понятно. Теперь оденем броню. На той же сложности, с той же магией, но теперь в броне. Раз. Два. Три. Она бессмертная? Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Чего? Слушайте. По-моему, бонус просто... Вот только начались... То есть, у нее есть определенный лимит зарядов? Смотрите. Мы пробили броню, но она действительно есть. И второй вариант, друзья, эльфийская. Блин. Она мне нравится больше. И, возможно, вы не знали. И сзади мне нравится больше. Но эти два набора брони для лошадок были еще в The Elder Scrolls 4 Oblivion. Да, теперь они и в Skyrim. Напишите, пожалуйста, какая броня вам понравилась больше. Мне эльфийская. Вот серьезно. Друзья, я думаю, вы знаете, что в игре Skyrim очень много неотмеченных мест на карте. Именно эти места мотивируют путешествовать и не совершать быстрое перемещение. Эти места дарят разные приятные плюшки, зависящие от нашего уровня. Где-то мечи, где-то топоры, где-то двуручное оружие, где-то еще что-то. Но, друзья, далеко не на всех этих случайных локациях спаунится максимальный класс оружия. Далеко не везде. И смотрите. Тут пенек. Мы нашли сундучок. Книга навыка. Иллюзия плюс уровень. Сундук. Закрыт. Давай-ка мы его взломаем. Какой приятный бонус. Факел. И абонитовый слиток. Побежали дальше. Поняли, что это за место. Там бандит, дерево. Сейчас покажу на карте. Это гробница Хилгрунда. И только недавно я узнал, что это то самое место, где 46 уровня или выше, вы можете найти, если будете внимательны, даэдрический. Мать его. Лук, друзья. Даэдрический. Офигеть. Я думаю, вы знаете, как спаунить оружие. Я напомню. Эбонитовый будет с 36. То есть, вы знаете об этом месте. Сохраняйтесь возле гробницы Хилгрунда. И бежите проверять. Если нет нужного лука, загружайтесь. И так по-новому, пока не выпадет нужный. А сейчас, друзья, интересное связано с рыбалкой. Я думаю, вы знаете, что на рыбалке вы можете выловить зачарованное оружие или броню. Также совершенно новые уникальные кольца. С новыми уникальными эффектами. Только на рыбалке. И шанс выловить эти ништячки всего лишь 3%, если у вас обыкновенные удочки. Но если вы по квестам рыбалки получили вот такую вот золотую двемерскую удочку, этот шанс вырастает до 8%. И я поймал все возможные кольца. И сейчас хочу вам показать. Но, друзья, не стоит путать с теми колечками, которые мы 100% получим за выполнен квест рыбалки. Не стоит путать. Эти колечки мы можем только выловить. Только на рыбалке. Всего 5 штук. И первое. Это кольцо ветра. Перемещение ускорено на 15%. Это что-то совершенно новое и уникальное. Потому что это офигенный бонус. То есть ваш бег, ваша ходьба ускоряется на 15%. Играя за воина в тяжелой броне на ранних этапах это большой минус, потому что вы очень сильно замедляетесь. Но с этим колечком... А еще с камнем коня... Ой, вы будете быстрыми. Но его можно только выловить. Следующее. Это кольцо Дэн Стагмера. Сопротивляемость огню, холоду, электричества увеличена на 20%. Неплохая такая защита, да? Сразу от трех стихий и сразу на 20%. Кольцо Кинорет. Наденьте, чтобы прозвать дождь во время рыбалки. Да, ребят. Во время дождя клюет определенная рыбка. И такое кольцо можно выловить. Кольцо Финастера. Сопротивляемость магии, электричеству и яду повышена на 20%. Как раз-то его я и выловил. Вот такое вот красненькое. И классненькое. И кольцо Учителя. На заклинания расходуются на 10 меньше магии. И только сейчас я понял. На все заклинания расходуются на 10 меньше магии. А я недавно делал видео, что в игре Скорим и всего 3 такие вещи, которые уменьшают кастманы на все. Это четвертая вещь. Вот давайте напомню. Первое это робо архимага. Минус 15% на все школы. Дальше у нас Амулет Сартала. Минус 3% на все школы. Диадема Ученого. Минус 5%. И это четвертая вещь. 10% на все школы. Плюс талант Черной книги. Искатель Волшебства, по-моему. Еще 10%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень круто. Но колечко нужно еще выловить. 8% не так уж и много. Ребят, следующее место. Просто с невероятнейшим видом. Это... Горный приют. Парнишка любуется. Кайф. И здесь. Теперь. Вы можете найти дневник на бочке. Досье стражи Эхлиель. Вы вычитаете. Узнаете новую историю. Записка. И начинается новый квест. Обоюдо острая игра. Не буду. Не буду вам спойлерить. Теперь. Храм богов. Который находится в Солитюде. Мне кажется, этот квест еще многие не прошли. История тут очень-очень интересная. Записка. И с одно дело. Встретимся в пещере Заблудшее Эхо. Приходи один. Ладно. И вот нужная нам локация. Напомню. Непонятно почему. Но именно в этой локации я бывал меньше всего. Делал даже видео о тех локациях, которые как-то постоянно я обходил. И даже забыл, что в них. И очень надеюсь, нам не придется ее полностью проходить. Хотя сейчас будет зал. Я кого-то вижу. Не думаю, что она сейчас будет мне улыбаться. Улыбаться. Ой, не думаю. Значит, мне показалось. Победить Захарию. И вот, друзья, наша награда. Это новая броня разведчика. Кожаный шлем разведчика. Вот такой вот капюшон. Луки наносят на 25% больше урона. Кожаная броня. Навык ношения легкой брони увеличен на 17%. Мы также можем сделать незачарованную уже в кузне, друзья, с кожи. Вероятность успеха кармана кража увеличена на 25%. Перчатки. Прикольная. И сапоги. Запасил. Увеличен на 40%. Теперь давайте посмотрим, как она смотрится на нас. Как всегда, смотрим снизу вверх. Ткань выполнена неплохо. Перчатки. Ремень. Какое-то зелье. Похоже на воришку, да? Но опять же, это разведчик, все верно. А ну давай посмотрим девушку. И вот. Ну, объемы добавились там, где должны добавиться. А сзади. А сзади. На девушке. Ткань и цвета. Ух ты. Какая бутылочка. Фляжка, да? Отличные цвета смотрятся. И гармонируют с миром. Скайрим. Мне нравится. Классно сделали. Новое разнообразие. И я даю твердую девяточку. Вот твердючую девяточку. А какую оценку поставите вы? Пишите в комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok